1 апреля в московской новой газете вышла статья о том, что в Чеченской Республике, а это, напоминаю, на всякий случай часть Российской Федерации, преследуются гомосексуалисты. То есть, что порядка ста геев там было арестовано, они были направлены в какие-то полуподпольные тюрьмы, там подвергались пыткам, как минимум три человека были убиты. Причем ни за что-нибудь, ни за то, что они, скажем, политические противники Рамзана Кадырова, а просто за их сексуальную ориентацию больше ни за что. Кстати, она делала очень много шума, и в России за ее пределами. 3 апреля в Чечне собрался некий сход, на котором, по официальным сообщениям, присутствовало 15 тысяч человек. И там чеченские, как опять же утверждают официальные источники, богословы приняли резолюцию по этой самой публикации. В резолюции говорится дословно следующее. Цитирую. Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были без срока давности. Муфтий Чечни по фамилии Межиев, которому главный редактор «Новой газеты» обратился за поддержкой, что ли, вместо того, чтобы извиниться или как-то сгладить жуткое впечатление, произведенное этой самой резолюцией, он только подлил масло в огонь, сказав, что это вообще не люди, это вообще не журналисты, и вот так вот оно все и будет, и возмездие, короче говоря, настигнет тех, кто пишет о преследовании геев в Чечне. С точки зрения логики, эта история непонятна. В общем-то, логики тут, наверное, искать и не надо, потому что, ну, смотрите, несмотря на отдельные голоса о том, что проблемы геев в Чечне нет, потому что в Чечне нет геев, этого быть не может, потому что определенный процент геев имеется абсолютно в любом человеческом сообществе, то есть точно так же можно было бы сказать, что в Чечне вообще нет левшей. Есть от 7 до 10% и людей, и даже животных, хочется особо указать чеченцам, это гей. Нет такого лекарства и нет таких традиций и устоев, которые позволили бы этот чисто медицинский факт опровергнуть. Значит, если геи в Чечне есть, то, как мне кажется, преследование геев, о котором говорилось в статье в «Новой газете», напротив, это как бы доказательство верности чеченцев своим устоям, традициям мужского достоинства, своей вере и так далее. Да, есть у нас эти геи, но мы их не любим и мы их преследуем. Значит, чеченцев возмутило что-то другое. Может быть, они просто испугались? Вопрос кого? Испугались ли они российского правосудия? Если испугались, это было бы очень странно. То есть российское правосудие теоретически уже взялось за это дело. То есть генпрокуратура по следам публикаций, после того, как определенное давление общественного мнения на них было оказано, они приступили к расследованию этих сигналов о якобы имеющемся преследовании гомосексуалистов в Чечне. А как они приступили? Они поручили провести расследование кому? В прокуратуре Чеченской республики. Очень-очень правильно, своевременно, четкое, смелое решение. То есть можно сказать, что преступники будут расследовать дело самих себя. Ну, это из той серии, что называется «А Васька слушает, да ест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова